Привет, друзья! Сегодня у меня коротенький обзор скетчбука, который рисовал примерно год. Скетчбук шил мой папа. Он сделан из ватмана и обоев. Начну я с той картинки, которая была первой. Начался скетчбук в Барселоне. Весна. Мы поехали с семьей в Испанию. И с тех пор я его вел. Ну, я думаю, что никому не надо рассказывать, что это. Собственно говоря, Саграда де Фамилия. Очень долго я ходил вокруг нее и не мог найти точки, откуда вообще ее можно рисовать, потому как она либо маленькая издалека, либо огромная и смотреть приходится вверх. Кое-как присел у прудика и нарисовал ее сквозь ветки деревьев. При учете, что посетить нужно было много мест, увы, но больше не сподобился. Ну, ничего страшного. Ручка это Sailor Feud de Manon. Вот видно, опять-таки, ширина полной пятки при приложении ее. А это обратная сторона. Ну, очень красивые такие получаются иногда, действительно кистеобразные всякие эффекты. Так, что у нас дальше? Дальше у нас была Испания. Я рисовал там всяко-разно. Это рисунок по подготовленной акварельной подложке, а это якобы раскрашенная в темноте в апартаментах уже картинка. Очень смешная штука. Крыша торгового центра сделана в виде таких вздутых горок. Все это выложено плиткой. И стоят катки с деревьями. Очень смешно. Жили мы недалеко от парка Манджуик. Это, по-моему, одна из главных достопримечательностей. Огромные ступени, четыре колонны. Вот, собственно говоря, это какой-то один из подъездов этого то ли замка, то ли чего-то там. Я не знаток и не очень сильно разбираюсь в достопримечательностях. Но мы сидели с младшим, рисовали. Опять-таки, это Фьюд де Маннон. Это тоже. И это тоже. Прекрасный порт. Белые яхты, катера. Рисовал стоя, держа скетчбу в кругах. Где-то буквально минут 10-15, наверное. Очень мне нравится этот скетч. Прям такой он атмосферный получился. Музей Пабло Пикассо. Мне не нравится. Но зато я там был, я там рисовал. Это опять там же. Опять-таки, какая-то галиматья получилась. Ну, что поделать. Не вырывать же страницы. Так, это Парк Гуэль. Причем, то, что я нарисовал, как раз к Парку Гуэль, по-моему, не относится. Это где-то там, то ли за забором, то ли вид из Парка Гуэль на какие-то там строения. Может, я, конечно, ошибаюсь, но, по-моему, это так. То есть, это здание, оно вроде как на территории, но оно такое, не основное. Тоже ручка Фьюд де Маннон. Очень тяжело рисовать, когда жарко. То есть, приходится искать какие-то места в тени и не всегда лучшие с точки зрения ракурсов и вообще композиции и так далее. Ну, а это, собственно говоря, входная группа, здание администрации, знаменитые пряночные домики Гауди. Не нравится. Не нравится мне все это. Ужас-ужас. Это вид из апартаментов с балкона на улицу. Вот это дерево мне очень нравится. Прям нравится. Был забавный случай. Сидели мы на набережной, я пытался рисовать пальмы, и нас чуть не ограбили, о чем я здесь написал. То есть, человек через кусты сзади тянулся к скамейке, буквально ко мне в рюкзак. Я обернулся, он отдернул руку, взял велосипедик и пошел. Типа, сори. Будьте осторожны. Воры есть везде. В Барселоне в том числе. Это, опять-таки, парк Монжиик. Это тоже мост, ведущий как раз к четырем колоннам. И, 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 аэропорт, который я дорисовал, по-моему, уже в самолете по фотографии. Так, где-то была еще одна картиночка Барселоны. Вот она. Это вокзал, городской вокзал. Очень интересное явление. Он находится как бы ниже уровня города. Ну, мне так показалось. То есть, там перепад высот, и реально улица идет наверху, а он находится внизу. То есть, автобусы заезжают в такую яму и паркуются очень плотно. И все это, конечно, забавно. То есть, очень компактный, прямо скажем, вокзал. Давайте сразу посмотрим вот это. Это московский японский сад. Ручка тоже фьюд де манан. Дальше я буду его листать в хаотичном порядке, потому как, честно говоря, уже не помню, что было потом. Это такой сюр. По-моему, это браш-пен. А это какая-то перьевая ручка. Не помню точно какая. Вполне возможно, что дюк 551. Ну, вот примерно с этого момента мне очень понравились браш-пены. Я начал их активно использовать. Причем сначала я купил какую-то дешевую совершенно ручку, которая заправляется. То есть, по типу перьевой, но с конвертером. Но у нее вместо пера, собственно говоря, кисть. Очень удобная вещь оказалась и практичная. При учете, что она стоила 140 рублей, рисую я ей уже второй год. Потом уже появились пентель. Но, тем не менее, та до сих пор живая. Я даже купил еще, по-моему, две про запас. За такие деньги грех не купить. Ну, был такой момент. Попробовал я рисовать шариковыми. Ну, в общем, рисовать интересно, конечно. Но очень нудно. Прямо скажу, нудно. То есть, вот эта ручка очень тонкая. Я не помню, сколько она. 0,3-0,5. Очень тонкий штрих. Выглядит, конечно, достаточно эффектно. Многим нравится. Но, не знаю, рисовать очень тяжко. У меня, честно говоря, устает рука рисовать шариковыми ручками. Не знаю, буду ли я еще это делать. Какие-то дурацкие коробочки в офисе. Это как раз этот брашпен с Али. Плюс брашпен и пентель. Оранжевый. И наложение шариковой ручки. Здесь есть зеленые оттенки, фиолетовые. Оранжевые. Опять-таки, оранжевая шариковая ручка. Достаточно интересно получился. Такой свежий достойный. Кто-то мне даже попросил напечатать с ним футболку. Банан, конечно, не получился. Извините. Это я пробовал пентельские брашпены, когда мне их подарили на день рождения. Это какие-то почеркушки такие рабочие. Так. Это Duke 551. Пилевая ручка. Вид из окна. На мою улицу. Ну вот, опять-таки, если кто не помнит по предыдущим отчетам. Вот это ширина штриха пера, когда его кладешь плоскостью. А это его обратная сторона. То есть, ручка позволяет рисовать весьма в серьезном диапазоне ширины. Этим она, собственно говоря, ценна. Это брашпен. Китайский сали. Мое хобби рыбалка иногда появляется в рисовании. Вот как раз пришли мне в подарочек брашпены. Пентелевские. Совершенно диких цветов. Оранжевый оказался флю. Безумный красный. Какой-то коралловый. Серый. Ярко-голубой. Очень приятный. Но я нашел какое-то такое интересное сочетание. И вот это, это, это я нарисовал буквально за час сидя дома. Прям вот хлоп из головы и нарисовал. А, еще зеленый. Да, зеленый. В общем, они дают очень красивый полупрозрачный акварельный мазок. Который подсыхает с подтеками. И если, допустим, ты рисуешь им давно, без добавления пигмента нажатием на резервуар, то штрихи получаются весьма сухие. И, в принципе, ими рисовать можно достаточно долго. А если тебе нужно залить большую плоскость, ты нажимаешь на резервуар. И получаются очень классные штуки. То есть, я прям, мне прям нравится. Не надо вроде ничего разводить, никаких там воды, кистей. Но при этом вроде как ощущение, что ты кладешь реально акварельные маски. Если докупить других цветов, то это, в общем-то, весьма себе акварель. Ну, не по-сырому, конечно, но тем не менее. Здесь виден красный карандаш, которым я намечал рисунок. Конечно, с предварительным рисунком, правда, без ластика, по карандашному наброску рисовать, конечно, значительно смелее. Я прямо понимаю, что с предварительным рисунком я рисую лучше. То есть, ну, технически лучше. Это без карандашных набросков. Пришли мне пластиковые манекены с Али. Я пытался выстраивать из них какие-то интересные вещи. То есть, его реально можно вот так согнуть. Много здесь, конечно, додумано с точки зрения пластики человеческого тела. Но, с другой стороны, мозг напрягается. Приходится как-то пытаться улавливать анатомию. Потому что они, конечно, выглядят не совсем натуралистично. Но, тем не менее, основные, вернее, не основные, ну, вообще, да, основные направления движения тела задать можно. И если с фантазией и сознанием анатомии беда, то, в общем-то, манекены очень сильно помогают в рисовании фигур. Это на работе. Я вышел на улицу, в арке, на Садовом кольце. Земляный вал. Это бывший универмаг Людмилы, по-моему, да. Это огромная хрущевка, стоящая вдоль Садового. Там, значит, левее Курский вокзал. Брашпен. Чернила я использую Rohrer & Klinger, который я купил год назад. Сейчас пошел уже второй год. В принципе, я еще не прикончил банку. Поэтому, да, они дорогие, стоят две с чем-то тысячи. Но, при том, что я рисую достаточно регулярно, а пузырек еще не кончился, 50-миллилитровый, а рисую я брашпенами и сильно льющим дюком 551-м, можно сказать, что, в общем-то, можно потратиться, потому что они не размываются. То есть, реально чернила держат. Держат. То есть, не то, что акварель, а просто даже если пальцем мокрым тереть, они не размываются. Ну, вот такая вот интересная штука. Навес-дровник. Был в гостях у своего товарища и друга по пению. Нашего атамана Николая. Зарисовал у него там такую сыроюшечку. Такс. Это у нас Порш Каен. Фара нравится, это нет. Ну, как получилось. Это, опять-таки, на даче у атамана. Голубой, ярко-голубой, отлисирован серым. В принципе, наложение вот этих вот пенталевских брашпенов, вот это ярко-голубой, если его отлисировать серым... А, нет, знаете, я вам наврал. Вот это пенталь, а это как раз голубой маркер, отлисированный брашпеном. Но эффект получается очень классный. То есть, прям полное ощущение, что ты рисуешь акварелью. Прям здорово. Так, ну это пошло какое-то безумие уже под конец скетчбука. Это из головы. Сумасшествие. Это тоже из головы. Это с натуры. В МФЦ. Это из головы. Из головы. Тянет меня на мультяшки, конечно. Надо было мне становиться мультипликатором, видимо. Может, еще не поздно. Какие-то зарисовочки на даче. Банки от кротов. Папа говорит, помогает. Я что-то сомневаюсь. Шишки. Шишки не получились. Так. Очередное безумие. Это что-то такое непонятное, климтовское. Если кто не понял, это русалка держит под голову утонувшего мужика. Ну, это экспрессия. Это тоже. Это, кстати, нарисовано, опять-таки, с пластиковых манекенов. То есть, я их прям вот так усадил. Согнул кисти рук. Все нарисовано фактически с натуры. Разве что с ненастоящей. Маленький комикс про рыбалку. Была мысль. Была мысль. Может быть, я ее разовью. Потому что нравится мне эта тема. Так. Ну, здесь у нас какие-то почеркушки. Что у нас в начале? В начале. В начале. Ну, давайте начнем прям с начала. Это копик white плюс брэш-пен. На ватмане спиртовые маркеры прилично достаточно растекаются. Получается очень красивый такой мягкий эффект. Рисовал я дома. Дорисовывал в электричке. По пути домой. Какая-то лабуда. Не знаю, что это из головы. Ну, это на тему рыбалки. Шариковая ручка. Ну, такая рыбеха. Все это, конечно, из головы. Фантазии. Фантазии на тему рыбалки. Так, что у нас дальше? Опять рыбалка. Копик классный, но кончается он, конечно, быстро. Прямо скажем, кончается быстро. И дело даже не в том, что я рисую не на специализированной бумаге, а просто если рисовать часто, он улетает просто в лед. Добил я его на набросках обнаженки с натуры. Прямо буквально за одну сессию. То есть 10-15 набросков и все. И он сдох. Жалко. Это улучшенная версия вот этого. То есть сначала я нарисовал вот это. Мне не понравилась здесь морда. И я ее перерисовал. По-моему, я с кем-то говорил по телефону. Такое чисто фантазийное творчество. Если кто не понял, это судак. А это форель. Это веселая лягушачья физиономия. Это брашпен. Очень, конечно, интересно. У него живой такой мазок. Кисть все-таки это кисть. Ее, конечно, не сравнить с никакими линерами, ручками и фигенерами. То есть ей можно очень живописать, прямо скажем. Так, это опять шарик. Шарик, шарик. Это соревнование младшего по тэквондо. За защитой какого-то пояса. Ну и, собственно говоря, последний разворот. Это Duke 551. А это брашпен. Виноград и телефон. Все, друзья. В общем, на этом я закончу. Честно говоря, не обладая большим количеством времени, сейчас более подробно о чем-то рассказывать. Да и, собственно говоря, о чем здесь рассказывать. Ну, скетчбук и скетчбук. У меня есть ровно такой же близнец. Скоро я его начну. И будет обзор ровно такого же скетчбука. А пока сниму старенький-старенький малискин карманный. Всем спасибо. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Делайте рассылки друзьям. Пока.